Добрый день, уважаемые друзья, это снова Евпатория. Полодиннадцатого утра, 2 февраля, 22 год, дождик прошел, закончился, и я решил продолжить что-нибудь поснимать, и заодно хочу начать это видео опять со смешного юмора, со смешной шутки. Вот видите картинку. Мне вчера не удалось до конца заснять все моменты Евпатории, в плане, в формате было-стало, сегодня буду продолжать. Так что ждите, будет интересный сюжет про Евпаторию, как оно было, как оно стало. Ах да, чуть не забыл показать же. В прошлом видео обещал, сейчас покажу. Так, это туда вот прямо на море, откуда мы начали. А вот это же бывший стадион, а теперь парк развлечений. Авангард. Тут он работает зимой только раз в неделю, по воскресеньям, а летом нормально. Но я здесь ни разу не был, я видел, как он строился, как он готовился два года назад. Что-то он сейчас увидеть не представляется возможным. Ну, кто был, пишите в комментариях, как вам впечатления. По дороге попадается шаурма, называется паркинг. Ну, такой штришок городской среды. И они поставили лавочку для влюбленных в шаурму. В Евпатории много красивых старых домов. Вот, например, один из них, это бывшее управление строительством порта в Евпатории. Здание дореволюционное. И здесь сейчас полиция. Вот, поднимите руки, у кого в городе такое же красивое здание полиции. Или вот, еще один дом. Старинный, дореволюционный. Здесь жил глава караимов. Ой. Дом Шапшала. Духовный лидер караимов России. Ну, тогда, дореволюции. Дом дореволюционный. Вон еще дом. Ну, это не дом, это вилла, люкс называется. Поблицу поближе покажу. И довольно-таки в приличном состоянии. Либо ее как-то подшаманивают, не знаю, реставрируют. В общем, это улица Дувановская. Старинная улица и 200 лет. Вот. Вилла Люкс. Ну, это сейчас живой дом, я так понимаю. А дождик опять пошел и не унимается. Похоже облажной, похоже на весь день. Вот это улица Дувановская. 700 метров и там впереди море. Почему никого нет? Потому что дождик. Все на машинах передвигаются. А это площадь театральная. И тут также старинное здание. Например, вот этот госполков старое здание. Вот это вот дом летчиков. Тоже дореволюционное. Ну, нет, я хотел показать. А вот это. Это памятник мэру Евпатории. Ну, правда, это было 100 лет назад, даже больше. Но вот похвастайтесь, в вашем городе есть памятники мэру города. А это вот Семен Эзрович Дуван. Он караим, по-моему, по происхождению. Семен Эзрович Дуван. Очень многое сделал для Евпатории. Настолько много, что они его увековечили в памятнике. Они его тут прям все помнят и знают и чтут. А это Евпаторийский театр имени Пушкина. Такое же дореволюционное здание. Почему я заговорил про мэра города? Новость такая. Вчера сняли мэра города в Евпатории. Ну, не сняли, он сам написал по собственному. Типа, я не справился, извините, я ухожу. И сегодня здесь, вот в этом горосполкоме, наверное, назначили нового. Пока что временно исполняющего, а потом будет другой. Это здание бывшего морского порта и Патриархского. Сейчас это морская молодежная школа. А это Шелковичный сквер. И здесь находится музей. Всякие памятники, бюсты, постаменты. Ну, такое. Всякие. В общем, музей мировой культуры. О, бля, начинается. Хочу зайти посмотреть. Ты серьезно? Вот как зайти, а? Ну, может быть, в следующий раз. И вот, например, рядом стоит святый Эльзинский храм. Тоже так красиво смотрится и снаружи, и внутри. Я там уже был два года назад. Повторяться что-то неохота. И вообще, что я хочу сказать. У меня на канале лежит целый плейлист. Я там выкладывался по полной. Два года назад ходил по Евпатории. Пулочки, переулочки, море, за озерка. Ну, много чего. Так что, интересная Евпатория. Переходите, ищите на канале. Называется Евпатория. Плейлист называется Евпатория. А это Джума Джами. На сегодняшний день самая крупная мусульманская мечеть. А вот это слева доходный дом Дувана. Вот того мэра города. Он и городом управлял, и людям квартирки сдавал. Ладно, давайте зайду внутрь, покажу. Там красиво. Продолжение следует... Продолжение следует... А это такой импровизированный редут. Тут раньше был в Суворовске редут, русско-турецкие воины, помните? И пушка, которую подарил военно-морской флот, тогда еще Украины, подарил эту такую пушку городу на день рождения. И в Патуре тогда исполнилось аж две с половиной тысячи лет. Ну, так хочу похвастаться, что в Крыму аж три города имеют вот такой возраст, больше двух тысяч лет. Это и в Патуре, Керчь и Фиадосе. Ладно, все это, конечно, архитектура, все это лирика, все понятно. Пойдемте на море. Так, ближайший пляж у нас оказался пляж Соляриса. Идемте смотреть на море. И на этом баша-баша. Еще раз повторяю, это природа. И то, что пляж грязный, это нормально, это... Ну, каждый год такое. Потом, как только потеплее, все это уберут, все будет красиво, чистенько. Ну, что возьмешь? Море, стихия, природа. Прям такой суровостью веет от моря. Прям такая, ух, неприступная, холодная. Так, кстати, вода плюс 7. И никто не купается в такой погоде. В общем, завтра мы продолжим прогулки возле моря. Просто пришел в такое место, где вы видите сами, да? Ну, какой здесь зато запах йода просто... Одна польза, в общем. Все, ребят, у меня на этом все. Большое спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok